добрый день коллеги сегодня мы с вами поговорим на тему споров с водоканалами абоненты периодически получают счета на крупные суммы иногда достигающие десятков или даже сотен миллионов рублей и не всегда они могут разобраться насколько правильные эти начисления сегодня мы с вами как раз и поговорим об этом а также затронем некоторые аспекты ведения подобных споров которые помогут усилить позицию абонентов в суде платежи начисляются водоканалами за превышение определенных нормативов которые устанавливаются в соответствии с действующим законодательством в частности нормативы по сточных вод нормативы состава сточных вод и нормативы направленные на предотвращение негативного воздействия на централизованной системы водоотведения то есть канализацию нормативы по объему сточных вод устанавливаются органами местного самоуправления абонентом по предложению организации водно-коммунального хозяйства исходя из таких параметров как мощность по очистке сточных вод условия установленные для водоканала в разрешении о предоставлении водного объекта в А также исходя из недопустимости разбавления сточных вод чистой питьевой водой и также для цели рационального использования водных ресурсов. То есть по факту эти нормативы рассчитываются и утверждаются по предложению самой организации водно-коммунального хозяйства. Однако стоит учитывать, что если такие нормативы не утверждены, то и плата за их превышение начисляться не может. Такие ситуации встречаются на практике, когда в договоре нормативы есть, однако они не утверждены в установленном порядке. Нормативы состава сточных вод – это второй вид нормативов. Они утверждаются с целью охраны водных объектов от загрязнения. Рассчитываются они исходя из нормативов допустимых сбросов, установленных для соответствующего выпуска организации ВКХ, а также мощности по очистке. И эти нормативы также должны быть утверждены в установленном порядке. Третий вид нормативов – это требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения. Данные нормативы и связанная с ними плата являются, пожалуй, самыми одиозными в этой системе регулирования. Во-первых, никто толком не понимает, что собой представляет негативное воздействие на централизованные системы водоотведения и какие реальные расходы несут водоканалы, чтобы была дополнительная необходимость компенсировать им крупные суммы сверх платежей по тарифу, а также платежей за превышение остальных нормативов. Во-вторых, почему такие суммы? Вплоть до 25-кратного тарифа на объем стоков за три месяца. Суммы иногда составляют десятки или даже сотни миллионов рублей. В-третьих, если это убытки, то почему тогда на абонента возложена обязанность дополнительно компенсировать убытки организации ВКХ в связи с повреждением сетей? Ведь единственная разница между этим платежом и убытками – то, что убытки нужно доказывать, а эта плата начисляется автоматически по определенным формулам. Хотя и убытки, и этот платеж направлены на одно и то же, то есть на компенсацию убытков водоканала. И в-четвертых, есть вопросы к перечню запрещенных сбросу веществ, а именно, что этот перечень не носит исчерпывающего характера. Требования к сбросу веществ по данной плате, установленные непосредственно правилами холодного водоснабжения и водоотведения, являются общими для всех абонентов. Они предусмотрены в приложениях, сразу в трех приложениях к данным правилам. При этом для разных приложений действуют разные формулы расчета. К примеру, за сброс запрещенных веществ расчет производится путем умножения объемов стока за три месяца, если водоканал не пришел раньше, а он далеко не всегда заинтересован приходить раньше, чем через три месяца. Вот этот объем стоков умножается на повышающие коэффициенты 5, 10 или 25, в зависимости от того, первый – это эпизод, второй или третий, а также все это умножается на тариф. И возникает вопрос, почему за первый эпизод 5, а за второй эпизод коэффициент 25, если это некий компенсационный платеж. И, увы, водоканалы не ведут такой открытой отчетности о том, куда они тратят данные суммы. Решения о взыскании с абонентов крупных сумм стали появляться в том числе в связи с запретом сброса в канализацию тех веществ, сброс которых запрещен в водные объекты. Данное регулирование действительно предусмотрено правилами, однако представляется сомнительным по нескольким причинам. Во-первых, явно разная цель регулирования – негативное воздействие на канализацию и природоохранное регулирование. Не все то, что плохо влияет на флору и фауну водных объектов, будет плохо влиять на канализацию. И непонятно, почему запрет сброса определенных веществ в водные объекты напрямую влияет на запрет сброса их в канализацию без учета мощности очистных сооружений. Кроме того, платежи явно дублируются, ведь мы с вами уже проговорили, что нормативами, которые направлены на охрану водных объектов, являются нормативы состава сточных вод. При этом сброс веществ в рыбохозяйственные водные объекты имеет свое особое регулирование. В частности, запрещено сбрасывать в такие объекты вещества предельно допустимой концентрации, которых для таких рыбохозяйственных водных объектов не установлен. Однако водоканалы проверяют на предмет определенного перечня веществ, в отношении которых ведется государственный контроль. Но применительно к абонентам такого перечня нет, и перечень, установленный в природоохранных целях, на них не распространяется. То есть водоканалы имеют возможность проверять абонента на предмет абсолютно любых веществ, нормативы, в отношении которых не установлены не потому, что эти вещества являются вредными, а потому что соответствующие исследования просто не проводились. В нашей практике был случай, когда двум нашим клиентам начислена была плата за сброс полициклических ароматических углеводородов. И эти стоки, по сути, соответствовали по качеству питьевой воде. Однако, поскольку не было утвержденных рыбохозяйственных нормативов, то сброс данных веществ был запрещен водоканалами в канализацию. При этом сами водоканалы не проверялись на предмет соответствующих веществ, поскольку они не входят в перечень контролируемых веществ со стороны государства. И, к сожалению, практика разнится от региона к региону. И, например, в Московской области существует жесткая негативная практика по отношению к абонентам. Со взысканием с абонентов сумма вплоть до десятков миллионов рублей. Максимальная сумма по такому делу, с которым мы встречались, была порядка 200 миллионов рублей. То есть, складывается парадоксальная ситуация, когда водоканалы могут подавать абонентам воду, соответствующую гигиеническим нормативам. Однако, абоненты не могут сбрасывать эту воду в канализацию, поскольку сброс веществ определенных, которые соответствуют гигиеническим нормативам, запрещен в водный объект в связи с тем, что отсутствуют рыбохозяйственные нормативы. С момента возникновения данной негативной практики ситуация изменилась лишь добавлением одного из примечаний к правилам холодного водоснабжения и водоотведения. О том, что абонент вправе вести производственный контроль входящей питьевой воды и вправе в отношении определенного лишь перечня веществ сбрасывать воду в канализацию и платить плату за негативное воздействие при превышении лишь показателей входного контроля. Однако, это правило не является общим, распространяется только на определенный небольшой перечень веществ и нет такого общего правила, что если водоканал поставил вам воду определенного качества, вы вправе сбросить ее в канализацию, по крайней мере, в таком же виде. Мы в свое время готовили комплексные правки, направленные на исправление данной ситуации, однако они были приняты только в таком урезанном варианте. Итак, что делать с пробами? Ведь именно по результатам проб производится начисление. Водоканал вправе уведомить абонента за 15 минут, и с этим, к сожалению, ничего нельзя сделать, поэтому у вас должен быть сотрудник, который имеет представление о том, как правильно берутся пробы, либо который, по крайней мере, может снять забор проб на видео. К сожалению, имеется негативная практика, особенно жесткая по московскому региону, что отсутствие в акте каких-либо замечаний приводит к взысканию сумм в полном объеме с абонента, несмотря на то, что он будет предъявлять свои возражения в суде. Поэтому, если не знаете, что писать, во всяком случае, снимите видео и укажите в акте, что возражения будут предоставлены дополнительно, и направьте их дополнительным письмом. И, собственно, в формировании этих возражений вам и поможет видеосъемка процесса отбора проб. Право абонента на видеосъемку и фотофиксацию предусмотрено правилами. Также правилам предусмотрена возможность параллельного отбора проб. Для этого нужно иметь, собственно, тару для такого отбора, а также договоренность с лабораторией, которая будет производить анализ соответствующих проб. Договоренность нужно иметь заранее, поскольку пробы должны быть доставлены в лабораторию по некоторым показателям в очень короткий срок. Контрольная проба, параллельная и резервная, производится путем деления пробы, отобранной водоканалом. Существует ряд показателей, по которым параллельный отбор проб не производится. Это такие показатели, как растворенные газы, взвешенные вещества. Вещества, которые плохо растворяются в воде, это жиры, нефтепродукты, а также водородные показатели. Данное регулирование было проверено Верховным судом и признано обоснованным, поскольку невозможность параллельного отбора проб продиктована химическими и физическими свойствами соответствующих веществ. То есть невозможно получить две одинаковые пробы даже при разделении одной взятой пробы. Недавно нам прислали видео, где пробоотборникам черпали 15 минут сточную воду в таз. Она, естественно, отстоялась. И водоканал слил верхнюю часть сточных вод себе в контрольную пробу на нефтепродукты. А при этом последняя часть была отдана абоненту в качестве параллельной пробы. И последующая проверка обеих проб на нефтепродукты, хотя, конечно, проба абонента не может являться в данном случае параллельной, потому что на нефтепродукты параллельный отбор проб не производится. Но, тем не менее, это довольно репрезентативно с целью понимания правильности отбора проб. Итого получилось, что в пробе водоканала нефтепродукты превышают норматив в 10 раз, а в пробе абонента сточные воды соответствуют нормативу. Итого получается, что водоканал нарушил правила отбора проб, разделил пробу на нефтепродукты и взял ту часть пробы в качестве контрольной, где концентрация нефтепродуктов максимальна. Чтобы избежать такого и иметь возможность оспаривать такие пробы в суде, как раз и необходима видеосъемка. Пробу на нефтепродукты делить нельзя. Причем нельзя отливать даже в лаборатории для анализа, и анализируется весь объем взятой пробы. В идеале такого отбора, в принципе, допускать нельзя. И важно заранее ознакомиться с правилами отбора проб, а также методическими документами, в соответствии с которыми осуществляется анализ собранных проб. Где найти соответствующие правила, на предмет которых проверяется отбор проб? Есть ряд нормативных актов, такие как 728-ое постановление правительства. Также обычно в акте отбора проб указываются методические документы, в соответствии с которым осуществлен отбор проб. Это различные ГОСТы и ПНДФ. Также лаборатория указывает в своих документах правила, в соответствии с которыми произведен анализ. На практике существует вопрос о том, являются ли данные нормативно-технические документы обязательными или нет. С одной стороны, прямо об обязательности этих документов нигде не говорится, но с другой стороны, корректное применение данных правил напрямую влияет на достоверность соответствующих доказательств. Поэтому наша позиция сводится к тому, что эти документы обязательны к применению, иначе эти результаты не верифицируемы и не доказывают ровным счетом ничего. В данных правилах есть детальное регулирование по отбору проб. В частности, требования к пробоотборнику, к таре, как брать проба, из каких мест, в каком объеме, как пробы должны перевозиться, в течение какого срока, должны ли они консервироваться или нет. Консервация напрямую влияет на сроки хранения пробы. Давайте посмотрим, какие нарушения могут привести к тому, что результат отбора проб не будет признан судом достоверным. Во-первых, это место отбора проб. Как правило, у абонента и водоканала есть согласованный колодец для отбора проб. Однако в отсутствии доступа к такому колодцу водоканал может взять пробы из доступного колодца, однако там не должны смешиваться стоки нескольких абонентов. Также не должно быть подпора со стороны централизованной системы водоотведения, чтобы не попадали из нее стоки и не смешивались со стоками абонента. Следующий важный момент – это пломбирование тары. Номера пломб должны соответствовать в актах отбора проб, а также в документах лаборатории. Иногда бывает путаница, когда несколько тар упаковывают в один пакет, и пломбу ставят на этом пакете. Это, в принципе, допустимо, но на это должно быть указание в акте отбора проб. Иначе получается, что часть тары просто не имеет пломб. И на данный момент нужно обращать все внимание, и также это можно использовать в споре с водоканалом. Лаборатория выдает протокол исследования, однако можно затребовать через суд и дополнительные документы из лаборатории, такие как журнал регистрации входящих проб и результаты, выданные аппаратурой, на которой произведены исследования. По этим документам можно проверить, соответствие или не соответствие номеров пломб, а также время транспортировки и время исследования пробы. Соответствует ли оно нормативным документам. Следующим важным аспектом является время хранения пробы, а также условия хранения и транспортировки. Некоторые вещества должны быть определены в пробе в течение нескольких часов, иначе эти результаты недостоверны. И также некоторые вещества требуют пониженной температуры хранения пробы, на что должно быть указание в акте отбора проб и в документах лаборатории. Лаборатория измеряет температуру пробы по прибытии. И здесь необходимо смотреть на то, есть ли указание в акте на консервацию или нет. Консервация непосредственно влияет на сроки. Если никакого указания нет, значит пробы не было законсервировано, и к ней применяются минимальные сроки хранения. Следующий момент, который мы рассмотрим, это несохранение водоканалом резервной пробы. В случае существенного расхождения контрольной пробы и параллельной пробы производится анализ резервной пробы. И если водоканал не сохраняет эту резервную пробу в течение установленного периода времени, то это является нарушением с его стороны. И в некоторых случаях суды принимают решение в пользу абонента исключительно в связи с тем, что водоканал не сохранил эту резервную пробу и невозможно перепроверить контрольную пробу. Также проблемой может быть разовое попадание в стоке абонента загрязняющего вещества, которое впоследствии не выявляется. И водоканал при этом не обязан являться каждый месяц для отбора проб. И объем стоков, который берется для расчета платы, составляет объем за три месяца последних. И в этом случае сами абоненты заинтересованы в том, чтобы предоставить результаты анализа последующих чистых проб. Как это корректно сделать, чтобы такие результаты были приняты судом? На практике были такие случаи, и абоненты вызывали водоканал для отбора проб. Водоканал, естественно, не являлся. И с участием аккредитованной лаборатории абонент производил отбор проб, направлял данные пробы в лабораторию на анализ, получал результаты и, собственно, приносил эти результаты в суд. И есть судебные дела, в которых такие результаты принимались в качестве доказательства. Наш многолетний опыт участия в подобных делах говорит о том, что в них нет незначительных деталей. И ведение подобных дел требует большого объема знаний и экспертиз. Сегодня мы поговорили с вами только об основных моментах, на которые следует обращать внимание. Будем по мере возможности держать вас в курсе развития практики и законодательства в этом направлении. А на этом пока все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok